Оля, здравствуй, очень рада тебя увидеть. Расскажи, пожалуйста, откуда ты прилетела? Мы сегодня находимся в Сочи. Откуда ты прилетела к нам? Сколько часов ты добиралась? Знаешь, какие вопросы задать? Конечно, да. Ну, во-первых, я тоже очень рада тебя видеть и благодарю за возможность пообщаться с другими предпринимателями и рассказать тоже свою историю. Я Сахалина, добиралась я сюда в общей сложности порядка 17 часов. Да, это перелет до Москвы, ожидания и перелет в Сочи. Ну, и учитывая, что разница часовых поясов, то есть между Сочи и... Сколько у тебя сейчас времени? Вот сейчас 18-30 местного времени. Сейчас у меня по 2-го. По 2-го ночи, да? Всего-то, по-моему, по 6-го сейчас? Да. У меня по 2-го. Поэтому, если я сейчас зиму, вы не обессуете. Мы сделаем в деле небольшой эксперт. Но я на самом деле уже неделю нахожусь здесь на материке, как мы островитяне вас всех называем. Вот, поэтому немножко, конечно, уже адаптация есть. Отклиматизироваться уже стало полегче. Да. Но я понимаю, что да, это тяжеловато вылетать. Я поэтому стараюсь все-таки вылетать, ну, на недельку, дней на 10. Да. И вообще, в целом, находиться здесь чуть-чуть подольше, чтобы устаканить состояние организма. Чтобы как-то про чувствовать. Да. Скажи, пожалуйста, чем ты занималась до ЮДС? Какой опыт в твоей жизни присутствует? Он разнообразный, на самом деле. Меня с детства, в принципе, воспитывали для глубокого, как я говорю, найма. Вот, я учитель по профессии, по специальности. И моя семья делится на медиков и на педагогов. Вот, поэтому в семье, по большей части, нет предпринимателей. И я тоже какое-то время посвятила себя найму. То есть, я была и учителем информатики, была заучим по воспитательной работе. Потом я была администратором концертной деятельности Сахалинской областной филармонии. Была директором Сахалинской областной филармонии, самым молодым на тот момент. Вот. Потом у меня уже начался бизнес через управление, ну, так скажем, управление. Чужим бизнесом я была как привлеченная, да, там, топ-менеджер. А после выкупила бизнес, успешно его закрыла, открыла свой. И сейчас уже развиваюсь самостоятельно, так как являюсь владелицей и линейного бизнеса. Я предприниматель в сфере туриндустрии. Это организация активного отдыха на Сахалине, Камчатке и Курилах. Я инвестор и хозяйка уникального дальневосточного гектара. Вот. И сейчас еще и, вот, как оказалось, эксперт цифрового маркетинга. Кто бы сказал? Ты любительница игры. Да-да-да. Ладно, любительница профессионал, да? Да-да. Слушай, ну, то есть, получается, стартовая точка. А в данный момент ты предприниматель. Да. Сколько лет ты уже с компанией Global Intellect Service являешься партнером? Почти четыре года. Почти четыре года. Да. Есть масса людей, которые знают про UDS, которые знакомы с продуктом, знакомы с партнерским предложением, но имеют какие-то сомнения, и поэтому наблюдают со стороны, делают какие-то, может быть, выводы, но не регистрируются. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, не поздно ли вот сейчас стартовать и регистрироваться? Вопрос, на самом деле, очень интересный и многогранный. И отвечу я с нескольких таких моментов, с нескольких ракурсов. Во-первых, это мой восемнадцатый год, когда я наблюдаю, как предприниматель, наблюдаю картину, что я очень много денег трачу на рекламу. И самое, что интересное, до сих пор эта тема актуальна. У меня выходило порядка 160 тысяч в месяц на продвижение маркетинга SMM-щиков, всякие флеера, буклеты для участия в московских выставках с правительством Сахалинской области и т.д. и т.п. Я понимала, что, конечно, я зарабатываю, деньги есть, но такое впечатление, что кто-то зарабатывает чуть больше меня. Да, вот это сезонность. Делаю бизнес, я. Да-да-да, зарабатывают другие. И момент именно оптимизации рекламных расходов для меня был самым актуальным. И, видимо, вот этот мой запрос, хотя еще раз повторюсь, я хоть и учитель информатики, но я очень далека от IT каких-то инструментов. Но мой запрос был услышан и летом 2018 года. Моя, так скажем, знакомая Инна Валерьевна Петренко, с которой мы очень долгое время пересекались на территории Сахалинской области по концертной деятельности. Она была экс-директором Чехов-центра, т.е. она всегда была в управляющих таких должностях. И я ее знаю как очень грамотного руководителя. И она мне рассказала как раз, вот мы в Москве пересеклись, поужинали, и она мне показала приложение. Она говорит, представляешь, оказывается, можно продвигать и рекомендовать Сахалин в один клик. Вот эта фраза, честно, она настолько была вот прям, вот вошла в мой мозг. Я еще не понимала, как это будет работать, но мне это вот прям пленило. И когда спустя какое-то время, буквально 3-4, полгода, я прям видела динамику оптимизации рекламных расходов, когда, извините, со 160 в месяц вдруг стала платить 2 тысячи в месяц. Рублей? Да, рублей в месяц. Это просто абонентская плата как предпринимателя. При вложении в покупку самого программного софта я там потратила порядка 90 тысяч рублей единоразово. И я поняла, слушайте, оказывается, можно как-то по-другому строить бизнес. Я отбила эти расходы за 2,5 месяца. Почему за 2,5? Честно скажу, потому что я прям сильно тупила. Я прям, я из серии ленивый предприниматель, я все делаю сама. Я вот прям в операционке, прям вот попой кверху, как говорится. И в тот момент как раз я благодарю Инну Валерьевну, что она поддержала меня в плане того, что она говорит, давай сделаем все системно, давай мы настроим. То есть ее поддержка и сопровождение как бизнес-консультанта, я оплатила это тоже дополнительно. То есть она говорит, слушай, я так поняла, что бесплатные консультации ты мне слышишь. Давай ты мне заплатишь, понимая, что ты уже вложила в эти деньги. И она меня прям прокачала, мой отдел продаж. Она мне выстроила шикарные отношения с клиентами. Менеджеры по продажам реально вджобовали, как мама дорогая. И самое, что интересно, и это важно, с октября 2018 года до августа 2020 у меня не уволился ни один человек. Хотя времена были... Были непростые раз. И самое интересное, до этого, извините за мой французский, был кадровый прям понос. У меня люди приходили, уходили, какая-то была текучка кадров. Хотя, заметьте, если мы говорим про 2020 год, это как раз время пандемии, а туристический бизнес. Просадка была дикая. Пандемия и туристический бизнес, это как бы... И я вот говорю благодарна, что Петренко тогда мне рассказала идею, во-первых, вот этой программы лояльности. Я выстроила вот эти цифровые мостики со своими клиентами. И так как ты уже сейчас упомянула пандемию, это была вторая часть моего выступления, что в тот момент, когда все остановилось, остров закрыт, я продолжала устанавливать контакты. Я подогревала клиентов. Я говорила о том, что, ребят, закончатся ограничения, снимут, я вас жду. И в момент, когда там три месяца Сахалин не работал, 6 июля 2020 года остров открывают, 11 прилетают туристы. Куда прилетают? Ко мне, в компанию «Ежик Тур». И вот эта цифровизация, я говорю, я искренне признательна Петренко, что она показала мне возможность, что бизнес можно строить по-другому, что нужно научиться уважать клиентов, любить их, заботиться и проявлять лояльность не только в плане скидок, которые уже умерли, как динозавры, а именно выстраивать долгие отношения, чтобы ЛТВ работало действительно по-настоящему, на полную. Это вот один момент, так скажем, да. Ну и плюс ко всему то самое сарафанное радио. Представляете, насколько я была потрясена за 4 года использования программного обеспечения в моем бизнесе? Начинается с 2018 года до 2018? Да. 4 года программное обеспечение успешно работает с учетом 2,5 лет пандемийного перекоса, кассовых развивов. У меня порядка 12 миллионов рублей выручки только по рекомендациям. По рекомендациям это то, что пришли те люди, которые пришли именно через сарафанное радио, через ЮДЕС. Да, я прям вижу, от Маши пришел Катя, пришел Валера. Сколько денег они занесли в бизнес. То есть ты можешь прям смотреть, какая гоняна? Конечно, конечно. И это меня настолько высвободило, чтобы я не превращалась в какого-то дополнительного оратора, не занималась выбрасыванием денег на ветер. Мои клиенты стали моими промоутерами. А это лучшее, согласитесь. Это прям бесплатно, да? Да, это коэффициент доверия топ-уровня. Когда люди там условно, чтобы вы понимали, на Сахалин пролетают один раз в жизни. Это когда говорят, ЮДЕС, нет, наверное, не работает или не у всех работает. Ребят, в Клинкос... Репотребляемость бизнеса... Там просто вообще просто дикая, можно так сказать, в обратном формате. Когда бизнес такой непростой, если говорить про туриндустрию, и рекомендации срабатывают, когда человек из Омска, например, отдохнул на Сахалине, показал эти кадры с икрой и в обнимку с крабами, потом говорит, слушай, держи, вот рекомендация. Да, проверенный контакт, потому что когда едешь в такую поездку, она, я думаю, не такая дешевая, потому что билеты и так далее, и хочется не испортить отдых. И быть уверенным в безопасности, надежности и в том, что действительно там будет все вкусно. И поэтому, когда рекомендуют... Это работает. Да, получается, что из горячих уст. Хорошо, Оль, смотри, а ты сказала интересную фразу. Ты сказала, что я сама далека от IT, но тем не менее меня заинтересовало. Давай поговорим с тобой с точки зрения людей, которые далеки от IT. И, может быть, даже не предпринимателей, чтобы у нас не сложилось у зрителей ощущение, что вот если ты предприниматель, матерый, тогда для тебя, да. Если я далека от IT, и если я не предприниматель, то смогу ли я делать бизнес UDS, именно партнерскую программу UDS? Вопрос вообще очень популярный, потому что как раз в моем окружении, в моей команде очень много мужчин, женщин, которые не имеют предпринимательского опыта из серии вообще. И здесь основная, наверное, ценность, помимо того, что я узнала о продукте, я люблю UDS действительно всеми фибрами своей души, я увидела экспертность прям в окружении огромного количества предпринимателей. Ну, то есть, я уже сказала, например, про Инну Валерьевну, да, то есть сейчас 4 года, как мы вместе работаем, ну, она вложила все свои 6 высших образований в меня, чтобы вы понимали. И мое спикерство, мое ораторское искусство, в том числе заслуга Инны Валерьевны. Моя финансовая грамотность, моя системность и безумно бесконечное терпение по отношению к клиентам, предпринимателям, кандидатам, не знаю, там, гостям вообще к людям, это заслуга Александра Николаевича Свистунова, город Тюмень. Это мой еще один партнер в бизнесе. Поясним, да, что мы работаем в команде, и Александр Николаевич Свистунов – это как раз-таки твой партнер и куратор, который помогал запускать ваш регион. Абсолютно верно. И скажу даже, это важный момент, это вложение в меня. То есть я как сформировавшийся лидер сейчас для многих, да, выгляжу какой-то недосягаемой, или там родилась и сразу какая-то успешная. Да, я честно вам могу сказать, что я расту даже, вот, ну, полгода назад я была совсем другой. Я уже молчу, что было там 2-3 года назад. И вот как раз такой тандем, если говорить про терпение, финансовое понимание, математику, вообще знание кредитных компетенций, возможности работать с кредитными деньгами – это прям вот Свистунов, системный подход, стратегия, развитие региона, понимание ценности продукта на местах, польза для предпринимателей, сопровождение и работа, в том числе, на уровне правительства Сахалинской области, торгово-промышленных палаты, там, Минцифры, Минэкономразвитие – это прям Петренко. Ну, согласитесь, когда можно опираться на партнерство, на опыт таких экспертов, таких профессионалов, поверьте, любой бизнес, любое дело по плечу. Ну, и представляете, огромное количество городов. Вот сегодня мы в Сочи общаемся с предпринимателями не только этого города, не только Краснодарского края, а приехало еще там порядка 500 людей, да, и я понимаю, кто-то у кого-то туризм, у кого-то розница, у кого-то бьюти-индустрия, в которой я вообще ничего не понимаю, но моя задача – просто познакомить людей с людьми. И в этом сила предпринимательского сообщества и партнерства с компанией ГИС. Давай вернемся с тобой к вопросу тех, кто наблюдает. Не поздно ли стартовать в ЮДС сейчас? У нас сейчас сколько же, 29, даже больше, миллионов скачиваний нашего приложения, у нас сегодня много клиентов. Если зайти посмотреть наши кейсы, у нас огромное количество классных, сильных кейсов по продукту. Не поздно ли вот сейчас становиться партнером? Может быть, уже все съедено самое вкусное, уже остались только корешки? Да, да, да. Вот на самом деле часто слышу вопрос, что «Ой, вот Ежова занимается сахалином». Ну все, там, наверное, уже все купили ингресс. Валить нечего. Да, все, прям кошмар. На самом деле очень распространенная ошибка, потому что предпринимательское сообщество – это самый живой организм вообще в мире. Потому что каждые 5 лет обновляется, кто-то закрывается, кто-то открывается. Возьмем просто в пример 1С-бухгалтерию. Ну то есть ребята появились там уже более 25 лет тому назад. И для меня, например, это ключевой показатель. Ну если бы закончились предприниматели, что ж 1С-ка-то продолжает работать? Ну то есть кому-то это надо. Кому-то это точно нужно. Открылись, новые открылись. Обратите внимание, как изменилась не только платежеспособность, говоря про поколение Z, а изменилось понимание и ведение бизнеса этим молодым поколениям. Дети подросли. Те, кто 3-5 лет тому назад даже, ну там условно еще только там, заканчивали школу, учились в институте, они сейчас уже задумались о том, задумались и открывают там либо линейное направление и ищут инструменты для продвижения. Они становятся наши цель в аудитории. Абсолютно верно. То есть кто-то говорит, ой, там Иван Ивановичу нет и не надо. Я к чему говорю, что всегда есть кому предложить эту идею, кому донести ценность. Да, это и предприниматели разных сфер, разных возрастов. Еще раз говорю, прям бизнес сейчас очень молодеет. Я являюсь, например, наставником, вы хотели бы быстро так сказать. Короче, у нас есть такой проект социальный мир возможностей, вселенная возможностей. Вот, и там старшеклассники, с которыми мы общаемся и запускаем 10-11 класс, и дети вообще по-другому реагируют на то, что сейчас происходит. Они смотрят направление, ниши изучают, задают вопросы, посещают производство, предприятия, компании, магазины, чтобы разобраться уже сейчас, а где они себя проявят. То есть, к чему я говорю, сейчас цифровизация и наше предложение является как никогда актуальным. Как никогда актуальным. Как никогда актуально. И плюс ко всему, давайте вот прям на примере Сахалина. В 18-м году еще были кнопочные телефоны. И когда я заходила в рубрикатор UDS, просто как компания «Ежик Тур», у нас было всего 4 компании. 4 компании. А сейчас более 200. Кто-то мне скажет, что-то маловато Ежова. Я говорю, так извините, одна практически Ежова-то и работала. Это, дай бог, здоровье моим партнерам, которые сейчас присоединились. То есть, увидимся через год. Да, мне жизни не хватит на самом деле достучаться или даже просто коснуться. 25 тысяч предпринимателей из Сахалинской области. Это к тому, что зачем партнерская компания. Можно ли сейчас партнерить? Да, партнерская компания. Хорошо, хочу тебя спросить. Вот смотри, мы уже выяснили, что к нам приходить сейчас не поздно, самое время. Все готово. Мы уже выяснили, что не обязательно быть предпринимателем или понимать что-то в IT, что ты можешь прийти и начать делать этот бизнес. За счет чего? Вот я, допустим, я обычный человек. Я ищу для себя направление, чем мне заняться, чтобы мне зарабатывать деньги. Может быть, я даже не хочу быть миллионером, олигархом. Я просто хочу зарабатывать себе хорошие деньги для того, чтобы спокойно, хорошо жить. За счет чего я в этом бизнесе смогу процветать, если вот у меня нет каких-то крутых стартов. Ну, вопрос тоже очень сейчас важный, потому что, когда мы говорим, ой, как здорово, давайте этим заниматься, самое главное, с чего начинать. И самый определенный страх, сделать этот шаг вперед, самый первый. Поэтому, когда мы общаемся с гостями, моим окружением, предпринимателями, я всегда говорю, слушайте, всегда задайте вопрос, а зачем вам? Вот у меня недавно, например, зашла воспитатель детского сада. Женщина, которая очень давно в дошкольном образовании. И первое, что я спросила, говорю, Инна, ну на самом деле, вот признайтесь, женщина взрослая уже. Я говорю, зачем он вам? Вот этот бизнес, это направление. Ну да, это же все новое. Здесь даже я прям опущу момент денег, вот то, о чем ты говоришь, может быть, не за миллионами гнаться. Она говорит, вы знаете, я сейчас нахожусь в таком прекрасном возрасте, когда я так хочу быть полезной. Я говорю, так вы и так полезны через детей, кто-то же должен воспитанием заниматься. Говорит, я понимаю, что я могу быть еще более полезной. и видя, как вы, например, то есть она понаблюдала, посетила презентацию, мероприятие какое-то, она говорит, я увидела, сколько просто глаз вы зажигаете. Когда люди видят дополнительную возможность, и говорят, я тоже хочу стоять на сцене, я тоже хочу, да, мне понадобится время, чтобы изучить продукт, посмотреть презентацию, изучить какие-то ролики, все есть, все готово. То есть, если было бы желание, как говорится, у человека, можно в любом формате начать этим заниматься, изучить. Она говорит, я просто хочу стать как бы полезной всем людям. Есть разные мотивации. Да, то есть я еще раз говорю, я нахожу, вот когда общаюсь с людьми, не просто, а, давай со мной там побежали, погнали, или там, ой, какая ежова там крутая, давайте мы с ним, я говорю, нет, извините, давайте мы все-таки вот на ваш запрос. Хочешь денег, давай мы прям разложим, какие конкретные действия надо будет делать каждый день, потому что это бизнес. Здесь нет такого, вложил, отошел, пусть там кто-то что-то там делает. Нет, здесь мы проводим встречи, здесь мы общаемся с людьми. И на начальном этапе мы просто берем список контактов. Вот в моем окружении есть и педагоги, и врачи. И олигархи, да? И олигархи, разные люди. Моя задача просто поделиться этой идеей. И самое интересное, не самой сидеть, рассказывать, или не дай бог по телефону кому-то там говорить, вот есть там какое-то там приложение, а просто познакомить людей с людьми. Я ничего не понимаю, извини, вот сейчас мысль договорю, что я ничего не понимаю там в салонах красоты, я далека от этих моментов. Но в моем окружении появилась мастер по маникюру, и она говорит, слушай, вот там чем-то вот интересным, я вот слышала, там клиентов станет больше в бизнесе. Я говорю, слушай, да, давай я тебя познакомлю с собственницей салона красоты, и она расскажет, как это работает у нее в бизнесе. Все. И за меня доносят компетентные люди вот ту экспертность и полезность для конкретного бизнеса. Давай с тобой вернемся к тому, как будто вот с нами сейчас здесь находятся ребята, которые наблюдают, которые в моменте принятия решения каверзный вопрос. Я готова. Готова. Да. Все ли партнеры твои и вообще в целом в сетевом бизнесе становятся успешными? Успешными имеется в виду богатыми, счастливыми, свободными и так далее. Все ли? У меня всегда следующий вопрос. А почему именно в сетевом там сравнивают вот успешность? Почему никто не говорит, когда мы говорим про линейный бизнес? Да, да, да. Все ли становится успешным? Да, да, да. Мы сейчас не то, чтобы раскритиковать, типа, просто мне интересно, мы все ли, да, потому что, скажем так, в сетевом бизнесе мы много говорим про то, что у тебя есть возможность стать успешным, выйти на новый уровень жизни, чтобы твоя семья жила лучше и так далее. Но все ли? У меня есть такой вопрос? Нет, конечно. Нет, конечно. Давай, Петюня, спасибо тебе за честность. Я сейчас... Мы не готовили этот вопрос. Я сразу скажу, что нет, конечно. Скажи, пожалуйста, вот ты уже 4 года в этом всем варишься, ты уже такой, там, стрелянный воробей. Что бы ты сказала партнерам, которые стартуют, и вот чтобы они не застревали, чтобы они прошли и стали, все-таки заняли лидерские позиции, успешные, вот что бы ты им посоветовала? Ну, это, во-первых, две категории людей. Если это предприниматели, друзья мои, не надо здесь ничего предпринимать. Я понимаю, что на начальном этапе я очень, ну, для меня было, честно признаюсь, стыдно обращаться к партнерам за помощью, там, условно, проведите для меня встречу, расскажите. Мне казалось, что если я вложила деньги, я купила бизнес, как это происходило в моем линейном бизнесе, да, я вкладываю деньгами, я сама херачиваю, извините. А тут мне говорят, да ты не так делаешь, ну, то есть, высвободи свой мозг и просто доверься нам. У тебя есть такой предприниматель, познакомь его с другим предпринимателем. У тебя есть наемный сотрудник, познакомь с похожим партнером, который там долго был в найме. То есть, если вы предприниматели, пожалуйста, разберитесь в ценности продукта, возможно, он будет вам ценен в вашем линейном направлении. А может быть, вот честно, прям признаюсь вам, вы, когда поймете математику этого бизнеса и поймете, например, что ой, не всегда наш линейный бизнес настолько успешен, как мы хотели бы, и вы, возможно, просто взвесив вот эти за и против, примете решение, что, наверное, вот чемодан без ручки, который вот в виде линейного обычного бизнеса давно уже вас тяготит. Просто у меня было время, когда я то, что зарабатывала в ЮДС, я все втюхивала в линейный бизнес, чтобы его спасти. Это вот такой момент. Если вы человекознаема, важно на самом деле, еще раз повторюсь, ответить на вопрос, а зачем вам этот бизнес? По-честному, прям откровенно. Если за деньгами, давайте разберем. Ну, вот, допустим, ответил, хорошо, но какие действия нужно делать? Не какие действия, а на что нужно обратить внимание, чтобы не застрять, не забуксовать на старте, не потерять, может быть, энтузиазм, и именно дойти до линейной позиции. Здесь важна, конечно, дисциплина. Вот, если мы говорим и про сотрудников наемных, и про предпринимателей. Та самая рутина, да? Конечно, в любом случае, то есть, ежедневные действия, это в любом случае, да, звонки, я приглашаю людей, либо онлайн-встречи, либо какая-то, вот просто там, за чашкой кофе. Очень много онлайн-встреч. То есть, у меня сейчас разные предприниматели из разных городов, даже стран. То есть, у меня есть Таиланд, у меня есть Гонконг, и я понимаю, что это возможность другого масштаба. Это как раз для предпринимателей, которые там, сейчас как бы она открывают, там куча торговых сетей, там много точек. Онлайн, ты сказала, на секундочку. Да, да. Сложнее ли общаться онлайн? Вот у нас до пандемии онлайн это было что-то, ну, такое, большинство людей онлайн не общались. Только максимум в личной жизни, может быть, как-то и все, с бабушкой с какой-нибудь из там, из данного региона. Прошла пандемия, все стали общаться онлайн резко. Ты считаешь, что для бизнеса, ты же далеко живешь, может быть, мы далеко от тебя живем. В общем, между нами есть большое расстояние, между Сахалином и основной частью России. Вот онлайн, много ли ты работаешь и легко ли тебе это дается? Эффективен ли такой способ? Я поняла. Наверное, конечно, соглашусь, что до 2020 года я не особо активно это делала. Говорю, я, ага. Не то, чтобы я была против, да, я просто понимала, что, наверное, проще доехать, добраться, вживую пообщаться. Когда случилась ситуация, вот у нас просто заперли в доме, там на кухне. И у меня был дикий стресс. Я привыкла к общению живому, я привыкла создавать что-то руками. То есть для меня, опять же, вот этот переход из обычного бизнеса, когда ты там рыбалку, можно пощупать, там съездить ты, видишь, наблюдаешь, находишься в машине. Но в момент пандемии онлайн рыбалка и онлайн экран никому не нужны. И я была вынуждена приучить себя. Это вот к моменту, а как быть здесь успешной? Это та самая дисциплина. Каждый день, я вспоминаю апрель и половину мая 2020 года, я так не работала, наверное, никогда. Но это позволило мне заработать сразу более 2,5 миллионов рублей. Вот в момент пандемии, когда остров был закрыт на секундочку, как раз онлайн меня спас. И когда другие доходы просели. Да, там они отсутствовали полностью. Я открыто говорю, что меня ЮДС спас от голодной смерти. Чтобы вы понимали, это вернуть туристам, кто не сможет приехать, мне надо было деньги вернуть. Я должна была выплачивать зарплату 14 сотрудникам, а это уголовная ответственность, если ты не выплатил. Это подготовка к сезону, потому что в любой момент ограничения могут снять. И куда приедут клиенты, куда приедут гости. И кормить семью, потому что вся моя семья в моем же семейном бизнесе. Поэтому для меня онлайн это такое было спасение. И это в том числе возможность прокачать свои спикерские возможности. То есть я научилась, во-первых, разговаривать сама с собой, и научилась просто делать это грамотно. Ну и финальный вопрос. Смотри, ты прилетела с Сахалины 17 часов сюда, в Сочи. Потому что у нас здесь было наше мероприятие общее для партнеров, и также еще закрытое лидерское мероприятие. Поделись, пожалуйста, как вообще ты видишь, как все прошло, что тебе понравилось. Я знаю, что ты строга, строга, честная, прямолинейная, поэтому мочи как есть, какие твои ощущения. И может быть даже там за 4 года, да, там как вообще, мы растем, не растем в этом направлении. Потому что нас смотрят и те партнеры, которые думают, а ехать мне на лидерское мероприятие, или ладно, в следующий раз я у куратора спрошу, как говорится, спрошу, мне все расскажет. Можно ли узнать это у куратора, или все-таки стоит приехать. Вопрос на самом деле. Как вообще, с каким запросом ты ехала, какие у тебя ощущения, эмоции? Вопрос прям в кассу. Почему? Потому что я, во-первых, человек впечатлений, я человек эмоций, я человек путешествий. Для меня перезагрузка, чтобы отключиться, чтобы поймать то самое, как говорят, ресурсное состояние ежовой, это должна быть смена картинки обязательно. То есть я уже благодаря компании Global Intellect Service привыкла четыре раза в год куда-нибудь выезжать. И я понимаю, и не только одна, с семьей. Для меня тоже это очень важно, потому что, как действующий предприниматель, раньше я этого не имела, такой возможности. Говоря о линейке событий, которым вообще просто щедро вознаградила компания Global Intellect Service, я как организатор мероприятий могу сказать, что вы красавчики. Мы красавчики. Мы красавчики. Да, уже теперь да, потому что тоже вот в этой поездке я тоже принимала участие. И разноплановость, желание показать разный формат отдыха, вот эта активность, команда образования, какие-то простые лидерские отношения на уровне человеческих взаимоотношений. когда это не секрет. Ну, вчера, вот когда ты вылезла на квадроцикле из лужи, взяла по ушам мокрая, я смотрю на Олю, у нее вот так, капает просто, лужа капает с этого, со шлема. Да, да, да. Вот эти ощущения, да, когда это с равными общаешься. Это возможность, во-первых, вот даже в этих поездках я четко понимаю, что обо мне заботятся. Вот, например, для меня, как для достаточно сильной женщины, я прям даю себе возможность, чтобы за мной ухаживали, меня здесь, не знаю, угощали, меня катали, мне помогали. То есть я здесь... Мы тебя вчера накатали? Вы меня и накатали. Укатали? Да, и накормили, и натанцевали. Насмеяли? И насмеяли. Вы смеяли, насмеяли, пересмеяли, потому что в какой-то момент у меня даже звуки закончились. То есть я настолько громко... Я просто рот был открыт, где-то какие-то вблеканулся, наверное. Да, скольки ты сегодня? Активничала? Ну, до двух ночи где-то, наверное, даже до полтретьего. Опять же, я понимаю, что это не просто тусовка. Вот для меня важно отметить, что все лидеры, это какая-то профессиональная прокачка, они могут гулять, отдыхать, угощаться, но при этом сохранять вот ту свежесть мысли про бизнес, про продвижение, про успешность. Вот у меня есть какие-то еще затыки, в которых я расту, и мы до талавы, до ночи уже глаза в кучу, как говорится, мы разбираем, и я нахожу ответы на свои вопросы в любой вообще, в любом формате. То есть, я говорю, вот все, что касается выездных мероприятий, я благодарю руководство компании, администрацию, нас лично, за то, что мы создаем любые вот эти неформальные общения, когда люди подходят и говорят, можно с вами пообщаться. Да, и я понимаю, как людям это важно. Ты скажи, у тебя получилось отдохнуть? Завтра. Я думаю, что вот завтра вишенкой на торте, да, потому что вот эти все дни, они были безумно насыщены, я вывезла большую команду Сахалина, это новые, для меня, так скажем, новые партнеры, порядка 20 предпринимателей Сахалина, которые победили в игре, завоевали, победили, забрали там миллион рублей, да, в игре, которые, опять же, это же тоже активность, приятная линейка, забрали все самое вкусное, забрали все самое вкусное, да, это были новые люди, это новый возраст был, это, блин, новые были какие-то коммуникации вот внутри вот этой командной работы, я расту здесь как лидер, я расту как там руководитель, как наставник, как куратор, как вдохновитель, как психолог, иногда, мне кажется, даже чуть выше, да, и я понимаю, что огромная работа была проведена, я устала в хорошем смысле этого слова, и я понимаю, что я все равно выхватывала вот эти эмоциональные подъемы, даже на квадроциклах, даже вчера там в песнях, и завтра я с удовольствием прокачусь, погуляю, подышу, и мы с тобой уже в горах были, да, есть все равно эти возможности, но я наслаждаюсь, для меня это огромный ресурс на такое, прям подкачу. Оль, я очень рада. Оль, я благодарю тебя за наше классное интервью, и сейчас для тех ребят, кто стал недавно нашими партнерами, пожалуйста, дай, ну, какое-то напутствие, может быть, небольшую дорожную карту, на чем сейчас сосредоточиться, что сейчас важно учесть, чтобы прийти, опять-таки, к успеху, к результату. Это очень важно, на самом деле, сейчас для абсолютно любого партнера, и для тех, кто только начал, да, старт, кто-то, может быть, там не смог сейчас присутствовать в Сочи, но находится в режиме ожидания, условно. Первое, конечно, это огромное количество сейчас, во-первых, онлайн форматов, то есть у нас проходит обучение, там, доброе утро, бизнес интенсивы различные, да, ЮДС, Дэй, практики, школы и так далее, то есть не забывайте, неважно, в каком городе вы находитесь, это онлайн бизнес, да, это IT-технологии. Теперь это неважно. Да, плюс ко всему, это региональные мероприятия, то есть абсолютно в каждом городе, ну, то есть где вы находитесь, можно просто поинтересоваться. Проходят бизнес-завтраки, проходят какие-то презентации, проходят, возможно, форумы, да, и это станет очень хорошей, хорошей стартовой площадкой для того, чтобы и самому разобраться до конца, потому что на этих мероприятиях выступают действующие предприниматели, показывают результаты, цифры, кейсы, и плюс ко всему рассказывают математику нашего бизнеса, потому что очень важно не просто там в запале, да, там побежать и начать работать, а разобраться именно в цифрах. И плюс ко всему, конечно, я уже сейчас с нетерпением жду 11-12 февраля 2023 года, потому что итоги года – это основное главенствующее мероприятие, просто флагман событийной линейки компании Global Intellect Service, потому что это любимый крокус, это шикарный зал, это Москва, это возможность увидеть огромное количество предпринимателей, это признание, это новые результаты, кейсы, как в продукте, как во внедрении, так и в партнерских возможностях. Это новые лица, это новые звезды, и плюс ко всему, конечно, это колоссальнейший опыт лучших из лучших. Я рада тому, что постоянно могу расти, даже вот, ну, казалось бы, для многих, что я пребываю уже там в состоянии, у нее все сложилось, у меня есть куда двигаться. И я рада, что благодаря этим мероприятиям каждый партнер может развиваться, может привозить своих гостей. Таким образом, мы и Сахалин, собственно говоря, открыли, потому что когда-то итоги года в 19-м году стали для меня стартовой площадкой, когда, в принципе, да, я увидела, что Сахалин должен быть на сцене. Я увидела, что можно не где-то на галерке находиться, а находиться на первых рядах. Можно находиться за вип-столиками, то есть, ну, у кого какая потребность, да. И я считаю, что вообще мероприятия делают все, особенно оффлайн мероприятия, когда можно вот так живьем пообщаться, как сегодня мы с тобой. Спасибо тебе, дорогая. Ну что же, друзья, возможно, вы сейчас пьете чай, жуете бутербродик, размышляете о том, что я нахожусь в начале, а мне еще идти, идти, идти. Но, возможно, в феврале вы будете той самой новой звездочкой, которая зажжется, и вы придете уже к своим первым, а может быть и не первым, хорошим результатам. Оля, я благодарю тебя за то, что ты прилетела с Сахалиной. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня выделила время, чтобы дать интервью. Я благодарю тебя за твой огромный клад в команду, в твоих людей и в целом во всю компанию. До новых встреч. Увидимся с тобой теперь в феврале. Да, благодарю тебя. Благодарю за доверие и за возможности, которые вы предоставили для меня. Спасибо тебе большое. Субтитры сделал DimaTorzok